Мы продолжаем наше гран-при и встречайте других бойцов! Саня, почему жесткий? Потому что я бьюсь сильно по отношению своего роста и веса. Что для тебя кулачка? Для меня кулачка адреналин, для меня единоборство образ жизни. И это у меня в детстве сложилось так, что я дерусь. И на улице? И на улице, и сейчас уже нет, на улице сейчас не дерусь. Чем ты цепляешь в ринге? Людей или соперников? Ну, я люблю драться, я люблю прям рубиться, прям, чтобы вау! Напором я цепляю, мне кажется. Показываю зрелищные бои. Чего ждать от тебя в ринге? Зрелище. Я настроен на победу. Твои бабушкины носки запомнились всем, когда ты сказал, что зима близко. Да, в этих длинных ярких носках. Ну, как говорит мой тренер, у кого банка сильнее, а то ты выиграет кулачки, это же 50 на 50. Встречайте! Руслан Гайнуддинов и Александр Великдус! Пошумите для бойцов! Ну, не жалейте сил, а! Мастер спорта по Кио Кушину, кандидат мастера по боксу. В обеих дисциплинах достигал успехов, но выбор сделал в пользу кулаков. Яркий, зрелищный, это про его бои. Мощные хлестки, это про удары. Руслан Крепыш Гайнуддинов. Жесткий боец, который устраивает фейерверк в ринге. Его стихия стойка, его стиль капитальная рубка. Ветеран-кулачник Александр Жесткий Великдус. Судья в ринге, Ракли, Малозония. Соблюдайте правила, на этом слушайте мои команды. Кажмите руки по углам. Готов? Покажи капу. Отойди чуть-чуть. Отойди назад. Ну что, друзья, теперь у нас, между прочим, уже следующее гран-три запускается полулегкий вес. Это у нас 65,8. А он второй уже поединок в этом весе у нас идет. Да, да, да. Я имею в виду так, раскочегаривается вторая гран-три за вечер. Разгоняется потихонечку, да. Пора уже, пора. Ух, сразу, ребята, включили. Он решил зарубиться жесткий, он нам обещал. Он нам обещал. Великдус тут коротко работает по корпусу. Стоп, стоп. Чуть-чуть борьбы. О, тут попадает. И в клинче доропадывает. Да, пока что не лучшее начало боя Руслана. Руслану приходится вязаться, да, потому что много пропускает ударов. Стоп, отпусти. Просит отпустить здесь рефери. Файп. Все, скоро. Спокойно, спокойно подсказывают здесь. Не надо лететь справа. Ворота ниже попусти. Дерни. Ладно. Слышно, подсказывают там, да. И, кстати, слышат Великдус под частки. Да, так вроде зарядился, но ему крикнули. Не надо лететь справа. И тут же начинает работать передней рукой. Хорошо. Сейчас в туловище пробил. Тысячи, тысячи, тысячи моментов Великдус для того, чтобы зайти с атакой. Ох, неплохо. Но Грузауфа хорошо поднял. Ребята машут. И мне кажется, в этом размене поточнее было. Кровотечение из носа уже открывается здесь, да. Мне кажется, жесткий поточнее. Жесткий поточнее был, 100%. Гайнудинов пока свою работу в первом раунде не может, да. Ну и нащупал еще, да, свою дистанцию. Не почувствовал себя. Еще и напропускал. А это его немножко еще и подсковало. Постоянно вяжется в клинче здесь Гайнудинов. Кровотечение из носа, в принципе, есть, но и очень критическое. Ну вот преимущество достаточно серьезное у Великдуса. По точным ударам. Работа не застаиваясь. Начали подбадривать, да, Гайнудиновы его секунданты. Потому что Сидна там пока. Ох ты, точный конкурент, когда практически из хоккейного клинча шелк на этим ударах здесь, да. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. В порядке? Можешь драться? Дераклина Волозуева типа интересовался, может ли он драться или байзин на берегу? Ну что скажешь, Ген? Я чувствовал все. Нет. Разменит и опускает полноценный удар. И долго, и долго. Крутая, качественная рубка. И у нас есть кровь, у нас был нокдаун. И обидная концовка для Руслана. Реально нарвался на удар и поплатился нокдауном. Но обидно, это что, он сам виноват. Сам виноват пропустил, вопросов нет. Конечно, он знает, кто у него соперник. Капу покажи мне. Покажи Капу. Второй отрезок. Смотри, попытается сразу же Генулинов реваншироваться. Но ему надо что-то делать, потому что первый он так безвозвратно просто уступил. Ну да, еще и с нокдауном там. С нокдауном в концовку старается здесь реваншироваться. Но не налететь бы ему тут. Это правда. Великгус сейчас будет контрить. И будет контрить очень остро. Он любит так работать. Он жесткий понимает, что на него полетят сейчас. Может быть даже и поудобнее. Вновь из хоккейного ключа неплохо. Великгус оказывает на дистанции. Очень хорошо, пока Великгус сегодня работает. Замотивировался на гран-при. Вот такая у него соответствующая татуировка на спине. Помню о смерти на латыни. Двигается спокойно. Опять подсказывает здесь Великгусу. Хорошо провалил, но подцепить не смог в ответе. Промазал. Но при этом, смотри, коротко два клюка успел под туловище засунуть. Сейчас мы про жесткого, конечно же. Немножко клинча. В середине второго раунда. Саперкотом и боковым промахнулся здесь Гайнудинов. Ребята как-то зацепились. Не хотят друг друга отпускать в клинча. Вроде больше идет вперед Гайнудинов. Но чего-то пока существенно попасть от края на горя вообще не может. Хорошо Великгус жесткий отрабатывает из клинча. Не надо, не надо залетать справа. Пошел в разъем. Тут так, дистанцию свою ищет Великгус постоянно. Пытается не вверх, но не на что пропускает. Ну, в общем, откровенно говоря, достаточно односторонний раунд. Великгус. Великгус. Посмотрим, что нам в третьем раунде придет. Я думаю, что тебе надо чаще просто обращаться к пацанам. Они тебя слышат. И они тебя боятся. Ты их схавать можешь. Их двое. Что скажешь по раунду? Это была хорошая рубка в начале, это была крутая рубка в конце, это был, ну, такой тактический бой в середине. Ну, ты знаешь, мне кажется, Руслан подсел. Видно, что Саша дышит лучше и чувствует лучше. Но я видел рубку в конце, они реально больно по голове, по затылку друг к другу попали. Очень жестко. И так, враги и зрители, значит, у нас... Кто хочет, пробуйте и упражняйтесь. Беги. Заключительный отрезок этого поединка, да, который, по моему взгляду, пока уходит 2-0, да, в пользу Великуса. Да, очень хорошо Александр отработал. И, в общем-то, сейчас избирает вполне стандартную в этом бою тактику. С отходом ждет на встречу. Коротко цапает сейчас из клинча из Дужга Великус. Давай, давай, давай. Здесь хорошо, кстати, короткие боковые. Нашел тут Кайнукина в клинче. Старается идти вперед, но пока, как и во втором раунде, чего-то не доносит до цели. Точнее, ничего не попадает. Возможно, замотивировали сейчас слова Германа Скобенко Руслана Глинудинова о том, что он просел. Посмотрим, как он на это отреагирует. Действительно подзамедлился во втором раунде. Больше стал клинчевать, так где-то подзатек чувствуется. Вот здесь старается отрабатывать здесь Руслан на выходе из клинча, но Великус очень опытный в этом положении. Быстро клинчует, сразу вяжет и завязал опять соперника. Клинч был не сильно активный, поэтому рефери там боксеров разнял. Здесь снова хоккейный захват. Кстати, Великус почему-то инициирует клинчи. Но может тоже по местам, но на выходе он цепляет. Голюдинов держит эти все удары, но пропускает гораздо больше в этом раунде. Пускает руки где-то здесь, да, уже Руслан. На выходе удар просят, но он ни тот, ни другой не выпускает. Хорошо, Великус там и нас слева. Пошел вперед Александр, так видно, что хочет яркую концовку, но при этом чувствуется, да, что... Что сил не так и много, да. Он понимает, что выигрывает и мало себя не пытается. И старается рационально довести все это до логического завершения. Здесь удар Макс какой-то ему подарить. Вот здесь клинч вместо размахайки. Мы с вами ждем физейское решение. Дайте шуму парням! Молодец! Молодец! Не знаю, мне казалось, что Руслан подсел во втором раунде, но видно, что в третьем он постарался забрать. А как раз Саше в третьем было посложнее. Ну, посмотрим, что скажут судьи. Молодец! Вот работа. Хорошо подбыл. Молодец! 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 Ну да, эти шумы этим рубакам. Классный и яркий. Мощный, жесткий бой. Итак, победу в этом бою единогласным судейским решением одержал Александр Великус. Александр ударил на порядок больше ударов, чем Руслан. Ну не на порядок уж, на 9, но они жесткие были, хлесткие и Русик пару раз прям... Ты знаешь, они легковесы, но они так сухо и больно били в ближнем бою, мне прям было не по себе, когда они попадали друг к другу. Ну такие у них, ну правда, мощный удар. Давай посмотрим, что там на повтор. У Сани, короче, его секрет знаешь в чем? Он выходит заряженный, очень заряженный. Да, и вот на носки посмотри. Ну это произведение искусства просто, весь секрет в этом. Ты же знаешь, все бойцы суеверные. Носки плюс 10 силы. Носки, да. Носки добавляют, плюс сток уверенности. Но он хорошо попадал, мощно, сухо и смотри, прям по самой челяке, ну по бороде заряжал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok